Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Быстрый апдейт по ситуации с биткоином, ребята. Вчерашнее падение, конечно, дико расстроило многих трейдеров, кто стоял в лонг. Но я надеюсь, вы пользовались хоть каким-то риск менеджментом и вас не смыло окончательно. Поэтому поздравляю всех шортистов с профитом. И у нас появился интересный сигнал на TRDR, ребята. У нас на 4-х часовом таймфрейме появился сигнал очень сильных покупок. Для тех, кто не знает, что за сервис TRDR, как его настроить, посмотрите обзор, сейчас появится сверху справа. Вот, короче, сильные покупки уже на более старших таймфреймах. Обратите внимание, 4-х часовой, 6-ти часовой, 8-ми часовой, 12-ти часовой, ребята. И мы ждем закрепления на дневке. Мы ждем закрепления на дневке, он уже появляется, исчезает, ждем закрытия дневной свечи. Но, тем не менее, это тоже все не панацея, как мы с вами видим. И да, этот сигнал дает хорошие отскоки, показывает уровни, но мы их также можем и пробить, поэтому даже на дневке. Тем не менее, здесь этот сигнал на всех таймфреймах, это очень хорошо, это значит, что много покупают. Вчерашняя муля про Илона Маска, что он скинул битки, что Тесла скинули битки, это оказалось неправдой. Это, оказывается, был просто отчет о их убытках по их биткоин-позиции. Никуда они битки не скидывали. Тем временем, биткоин мы видим, что с вами тестируют телом свечи 200-недельный мувинг, и при этом у нас был сильный закол ниже. Смотрите, вообще мы упали за, буквально это заняло где-то все 3 минуты, мы упали ниже 200-го мувинга почти на 8% и сразу отскочили обратно. Если мы посмотрим на младшем таймфрейме, с вами что было. Вот, мы падали всего буквально 10 минут и отскакивали 2 или 3. О чем это нам с вами может говорить? Ну, на самом деле, это не очень круто, потому что этот 200-й мувинг вообще выступал всегда как поддержка. Посмотрите, здесь были заколы вот такого рода, как на коронадампе или вот здесь, но мы всегда от него отскакивали. В этот же раз мы его пробили, это было примерно 20 тысяч, 22 тысячи, и тусовались долго под ним, когда накапливались в районе 17 тысяч. Соответственно, здесь все понадеялись, что вот, когда мы его отретестили как сопротивление, снова пробили и уже здесь вроде бы удержали как поддержку, собственно, уже все сказали, да, ребята, это подтверждение, это подтверждение бычьего ралли. Но не тут-то было, и, собственно, двойная вершина очередная на дивергенции, на хорошие, о которой мы тоже с вами говорили. Мы говорили про дивергенцию, мы говорили про потенциальную коррекцию, которая все еще может быть и иметь место быть. Мы можем упуститься еще ниже, несмотря даже на TRDR, надо это понимать. Но в целом, смотрите, мы сходили, на самом деле, до сильного уровня, это 0.38 FIBA от начала роста, и это вот это предыдущее сопротивление. Поэтому, возможно, сейчас мы увидим какую-то хорошую реакцию прямо отсюда. Но больше всего меня, конечно, поразили котировки Bybit, ребята. Вы посмотрите, как вообще, давайте посмотрим, как разнятся котировки. Индекс прайс у нас мы падали на 25.300, на битстампе мы падали вообще на 25.900, потому что там нет фьючерсов, не было смысла делать сквиз. То есть мы не переписывали лои. На кракене мы упали точно в тот же самый лоу, на бинансе мы упали почти в тот же самый лоу. Но посмотрите, что было на байбите, ребята, особенно на деривативах. Это просто кошмар. На USDT-деривативах мы переписали лоу, мы упали на 24.300. И на инверсных деривативах, на SPOT-те мы переписали лоу 24.300. И на инверсных деривативах мы тоже переписали лоу 23.700, ребята. Вообще, это что такое, спросите вы? Bybit на это ответили, что это цена не имеет ничего общего с общей арбитражной ценой бирж, Smart Price, по которой исполняются приказы, в том числе ликвидации и стопы. То есть это то, что мы видели на графике, это ввиду того, что сейчас идет турнир. И у них типа в стакане дофига кто шортил, что ли, как-то так они это объяснили. В общем, напишите, пожалуйста, в комментариях, исполнились ли у вас приказы по цене, которая была ниже, чем на всех остальных биржах. Интересно будет узнать. Наша команда, кстати, тоже участвует в турнире. Наша команда, кстати, тоже участвует в этом турнире. И все еще занимает далеко не последнее место, посмотрите. Несмотря на то, что капитан прилично налосил. Так что поздравляю всех ребят, кто на этом заработал и удерживает прибыль. Но что касается биткоина и общей капитализации крипторынка, это мы с вами обсудили, да, мы все еще потенциально удерживаем поддержку. Но если мы посмотрим на Total 2, то есть капитализацию без биткоина, эфира и альткоинов, то она уже скорее отверглась как от сопротивления от этой линии поддержки. А Total 3, то есть альткоины без эфира и биткоина вообще, явно показывают нам, что мы все еще в медвежьем рынке. Поэтому, ребята, на самом деле... Да, конечно, вот зеленые точки, красный манифлоу заканчивается, но локально красная точка. Поэтому, ребята, на самом деле, хотел вам еще сказать, что рынок альткоинов вызывает у меня большие опасения сейчас. Несмотря на то, что мы вроде как в пригодной зоне снова для покупок, да, вот это биткоин сизон. Но в моменте, вы видите, что происходит, они тоже переписывают лои и их очень сильно дампят. Это значит, что, опять же, на другой стороне медали их могут очень-очень сильно запампить, надо это помнить. И цены сейчас для покупок на спот, ну, как минимум, очень хорошие. Другой вопрос, чтобы этот рынок не оказался одним большим скамом, ребята, как на примере вот одной ноунейм-монетки. Посмотрите, они могут просто еще разок чуть-чуть отскочить и потом уже никогда не вернуться, как и пузырь доткомов. Поэтому помните это в долгу. Если вы верите в крипту, то, я думаю, все-таки накапливаете BTC, конечно же. Да, альтами можно поспекулировать, но, как видите, иногда и не в ту сторону. Поэтому, ну, не знаю, что. Шортить перекупленные альты, кстати, вот стопудовая стратегия, если вы трейдер. BNB, BTC, все еще посмотрите где, все еще высоко. BitGetToken вообще посмотрите, какой заходной красивый. Но помните, ребята, что шорты все равно это в короткую, это даже в самом слове шорт заложено. Да и потом сейчас, если рынок развернется, BitGetToken может быть окажется это продолжением тренда. Поэтому, ребята, все риски на себя, все ссылки в описании. Турнир идет, добавляйтесь к нам в команду. Я потихонечку буду выравниваться, чего я вам желаю. Профитроли, спасибо, что смотрите. Добавляйтесь к нам в телегу, ставьте лайки, стопы, тейки. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok